Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Мы с тобой одной крови, ты и я. Именем Перуна приветствую вас, уважаемые зрители и слушатели нашего канала. Что такое в моем наблюдении инклюзивный капитализм? Вот то, что я в своем окружении увидел, пронаблюдал, заметил, анализировал и вам выдал в данном видео. Инклюзивный, инклюзивный. Вы там можете сразу писать, конечно, в комментариях, там это стейкхолдер капитализм, он противовес, шеркхолдер капитализм. Напишите гораздо более умные вещи, чем я вам сейчас скажу, ну что ж поделать. Вы умнее меня, вы образованный человек, у вас там работа, ваша задача дальше паразитировать в этой системе паразитических капиталистических координат. Вы должны написать мне гораздо более умные слова, чем я вам сейчас буду говорить. Итак, термин «самый инклюзивный капитализм» его подсмотрела Линд Форестер в Дракшильд в 2004 году. Ну, как я помню по ее словам, примерно это так, где-то в Индии, когда она была там в командировке по своим там определенным делам. Семейным, я бы сказал, семейного бизнеса. И, как я понял, изначально понравилось просто слово «инклюзив». Звучать красиво, но согласитесь, инклюзив, инклюзив. Вот. И потом, я так понял, они эту концепцию как-то разрабатывали, что-то там напридумывали. Случился кризис в 2007-2008. И спустя пять лет, в 2013 году, произошел совет по инклюзивному капитализму. Как раз таки, где мы увидели, что инклюзивный капитализм, он как бы куда-то двигается. Хотя я об этом совете узнал буквально совсем недавно, что он произошел. И сам термин я тоже не так давно услышал. Один из наших камрадов, по-моему, Сергей, он говорил, так инклюзив – это инвалид. Они, значит, признают, что капитализм есть инвалидом. Я не совсем с этим согласен. Я думаю, что правильно заметила та же Линдфорст и Ротшильд, что капитализм умер. Да здравствует капитализм, как я вам сказала. Капитализм действительно умер. То есть, один из его ключевых признаков под названием свободная конкуренция, он, какая черту еще свободная конкуренция, ее не существует. Конкуренция есть только между мегамонополиями. И то эта конкуренция, она носит, ну, такой, суто, наверное, даже военный характер, я бы сказал, да. То есть, битва не на жизнь, а на смерть. Друг друга прирезать. А если не получится прирезать, понаходить какие-то компромиссы. А компромисс, он обычно, ну, он в чем выражается? В том, что усиленно где-то лупят пролетариат, либо лупят где-то меньшую монополию. Чтобы мы, два гиганта, себя не поубивали. Либо двое меньших объединяются, чтобы резать того, у кого больше. Почему? Потому что внутри капитализма, чем больше ты накапливаешь, чем больше аккумулируется у тебя соответственных вот таких барышей, тем ты становишься более уязвимым. Вот это как Кристин Лагард, я вам перевел ее некий такой пустот. На нашем канале есть по вопросу. Это было как раз таки на этом самом, как на совете инклюзивного капитализма. В ютубе все есть, все открыто, вся информация доступна. Основная же позиция, как я понял, инклюзивного капитализма в том, чтобы капиталисты начали заботиться о потребительной стоимости. То есть, в целом-то по миру капиталюги, они считают норму прибыли отзывы мертвого труда. То есть, из-за лжем мантры это и выходит. Но так как Кристин Лагард и в целом авангард финансового капитала знают теорию научного коммунизма, капитал Маркса, гораздо лучше меня, гораздо лучше вас, они точно знают, что надо считать от... Ну, все, что создано человеком живым трудом, это живым трудом. Все меряется именно в экономике живым трудом. Все надо от живого труда человека мерять. То есть, по знаменитой формуле Карла Маркса. Не по мертвому, а по живому труду. А дело в том, что капиталисту главное, чтобы приносило прибыли на потребительную стоимость, ему по барабану. Зачем ему заботиться о потребительной стоимости? Она для него существует так, поскольку поскольку. А вот при социализме у нас экономика потребительный характер носит. То есть, она как раз таки, давайте, мы потребляем, у нас за счет чего, у нас растут потребности, и нам надо потребности закрывать на базе высшей техники. И закрывается она как раз таки от живого труда при социализме. А при капитализме от живого труда, ну, почти нигде, наверное, так. Ну, я лично на своем опыте нигде такого не вижу, чтобы потребности закрывались от живого труда. Ну, разве что в каких-то там парикмахерских, где еще существует конкуренция между ними, есть какая-то, какая-то, типа, мнимая конкуренция, где работает живой труд. Но, да ладно. Как все-таки этот инклюзивный капитализм действительно, вот на мой взгляд, выглядит сейчас на территории, например, Украины? Как можно вот заботиться действительно о потребительной стоимости? Не то, как, по-моему, Роберт Лифман пишет в своем произведении о том, что монополии ранее боролись за потребителя, а сейчас они сговариваются против потребителя. Ну, и, собственно говоря, все, что вам хочется, и что у вас чешется, это навязано вами монополиями с экранов телевизора. Хотя это не забота о потребительной стоимости. Но, как же все-таки оно проявляется? Как можно заботиться о потребительной стоимости? А есть ли всех людей сделать дебилами? Вот дебилы, вот что им этим дебилам надо? Да ничего особо дебилам не надо. Каждый новый год покупать айфон. Например, ну дебил, он и есть дебил, он умеет там справлять свои нужды, и он более-менее научен где-то деньги тыпзить. Ну, либо зарабатывать кое-как где. Получать деньги в виде зарплаты, потраченное свое время, свои жизненные соки, получать взамен какие-то бумажки в виде виртуальных, да таком, либо просто бумажные носители, например. Вот, пожалуйста. У него еще большие какие-то потребности есть? Нет. Че, мне там потребности? Нет, никаких у него там потребностей особо нету. Он живет суда через материю. Ну, дебил. Он, он что-то хочет, блядь. А инфинити новый хочет? Ну, хорошо, это дебил, мы ему дадим инфинити там какую-то. Ну, он там себе пойдет за работой. А дебил, это значит, обязательно где-то будет проявляться, либо через проституцию, потому что проституция возникает на частной собственности. Скажи мне, Лярва, как тебе хочется жить? Песня тут хорошая, куртизанка называется, поет, да? Ты работаешь на новой инфинити головой. Вот это инклюзивный капитализм. Вот у нас на территории Украины, например, когда началась эта СВО, ну, это война на самом-то деле, это просто необъявленная война, которая, ну, из-за специфики рассредоточения капитала, например, выносить крупные города, Российская Федерация, ну, просто так не может. Почему? Потому что в крупных городах стоят частные компании, частные корпорации больших монополий. Если там какую-то, не дай бог, монополию, которая завязана на России, лупануть, ну, это все равно, что себе по голове выстрелить. Ну, там, Киев разбомбить к чертовой матери и разбомбить какую-то монополию, которая кирует, грубо говоря, там, частями, части России. Ну, не прям целую монополию, а часть. Офис там какой-то, либо какой-то перетоковый отдел на аутсорсинге или еще кто-то. Ну, понимаете? Вот специфика, они бы и рады бы вынести Киев под ноль, да не могут. Ну, не могут, специфика такая. Да и к тому же, это очень затратно, выносить такие города под ноль. А значит, что происходит? А происходит инклюзивная война. Война инклюзивная стала. То есть, люди, лишенные своих корней, лишенные материалистического понимания этого мира, полностью обезличенные, безнравственные. Их сгоняют на борьбу друг против друга. То есть, вы деритесь, разум не бьете, а разум не живете. Дур не былось, а разум не поживете. То есть, идет деклассирование пролетариата со всех сторон. То есть, какие-то остатки еще в сознании пролетарские, они полностью улетают в небытие. Сразу же он превращается в мелкого буржуа, который становится в ряды войск. У нас и так по улице огромное количество этих мелких буржуев, атомизированных ходит. А тут еще тебе атомата выдадут и назовут тебя героем. Одного назовут защитником Родины, который сражается против НАТО. А другого назовут защитником Украины, который сражается за свою землю. Но так как, я уже сказал, инклюзивный капитализм, он создает дебилов, дебилы думают, что они сражаются за свою землю. Они думают, что Газпром им принадлежит. Они думают, что Автогаз Украина принадлежит им. Ох, а он не принадлежит каким-то частным лицам, каким-то мегакорпорациям, олигархам, у которых дочки, дети, сыновья давным-давно в Европе, за рубежом и так далее. Наверное, может, что-то догадывается. Ну, как только что-то догадается, сразу же включается пропаганда со всех рупоров, идет навязывание потребностей. И о, вы теперь инклюзивный человек, вы включены, вот вас, ты, вас проинклюзивили, я бы так сказал. Ну, это в моем понимании именно так. То есть, инклюзация. Дальше. Хронические болезни. Огромное количество людей сейчас банально болеют диабетами и прочей хроникой, которую эту хронику подпитывают самыми разнообразными лекарствами, которые есть в магазине. Там человек жрет эти лекарства, он от них еще больше потом болеет. Симптоматическое в итоге идет только лечение. Или же, например, еду, которую он ест, она бы ни один советский ГОСТ не прошла старой, потому что советский ГОСТ, он требовал качества пищи, а сейчас там у нас крахмала в той же колбасе в 10 раз больше, чем, ну, не в 10, я, наверное, преувеличиваю, но гораздо больше, чем... Да, по-моему, там в первой докторской колбасе вообще крахмала не было, я не помню. Там они чем-то там в стиле, ну, там мясо самое различное, а сейчас везде крахмал. А от крахмала у тебя инсулин в космос улетает. Зачем? От мяса он так у тебя не улетает. Потом, люди, которые занимаются, например, спортом, многие удивлены, а что это, я ем вроде мяса, я начинаю полнеть, от мяса, что, вроде как, не полнеет. А ты какое мясо кушаешь? Ну, а кушаю докторскую колбасу. А давай мы посмотрим состав. О, крахмал написан. Вот еще что-то написано. МО-шное плюс мясо. И прочие гадости от агрохолдингов и прочее. И так далее. Это есть инклюзивность. Ты включен. Тебе вот так частный сектор заботится о потребительной стоимости. Братва, вот так вот оно происходит. Вот вам забота. Полнейшая лажа. А инвалидов, кстати, после этой войны тоже очень много. и во время этой войны. То есть, кто без руки, кто без ноги, кто без глаза, кто без ума, это тоже инвалиды. Пожалуйста, посмотрите, сколько их. И не обязательно даже те, которые на войну пошли, стали инвалидами. Есть те, которые становятся инвалидами, не едя на войну. Потому что, знаете, в чем дело? Капитализм, как он бы не назывался, инклюзивный капитализм, клановый капитализм, капитализм, империализм, капитализм, как глисты, да? Это не имеет никакого изменений в сути. Это все изменения в превходящем. А сутевое изменение не меняется уже. 250 лет сутевых изменений нет. Ну, кто-то скажет, ну, можно империализм приписать, что вот случилось одно и сутевое изменение, это усиленная концентрация капитала. Монополии появились как-то. 120, ну, чуть побольше лет тому назад капиталистические полностью себя утвердили. Наверное, не появились, а полностью себя утвердили. Кто-то скажет, что это вот такое сутевое отличие. видовое изменение. Может, отчасти и право. Но хорошо, 120, ну, 130 лет капиталист в состоянии покоя, никуда он не двигается, никаких изменений нет. И как его не называй, ничего не меняется. Сутевое, первое изменение, сутевой, извините, не изменяя, признак, признак капитализма, данный философским определением Фредриха Энгельса, положение рабочего класса, 1845 год. Это социальное убийство, это убийство скрытое, коварное, которое не носит характера убийства, когда убийцы это все и никто. Вот. Мы все и жертвы, мы все и убийцы, потому что каждый из нас, каждый из вас, вынужден вырывать друг у друга подачки, которую им сверху, нам сверху бросают капиталисты, олигархи, которые захватили средства производства по всему земному шару, свои частные руки, частные владения. И их целью является похищение вашего свободного времени и получение прибылей. Ну, дай боже, чтоб, конечно, они какие-то там прибыля получали, скажем так. Хотя на самом-то деле никаких прибылей уже, ну, по-хорошему, никаких прибылей лет сто нету. Они все прибыли из пальца высасывают. Можете справиться, у нас есть плейлист под названием Загорский Синдикаты и Тресты. Там как раз есть такой метод, который применяют монополи, под названием Stockwatering, разводнение капитала, когда деньги просто из ничего берутся. из воды. Высосал из ничего. Понимаете, чем дело. И мне очень печально. Мне очень печально за Украину. Почему? Потому что я на территории этой Украины живу. Я видел, как... Ну, нам же не разрешают сейчас публиковать, куда ракеты прилетают, видео в соцсети. Хотя публикуют там не в ТикТоке, но сразу куда, чтобы прилететь, все публикуется. Ну вот, когда это все началось, вот самые первые дни, когда в центре там Киева, Киева или где, ну, с центра Киева прилетали ракеты по нашим домам здесь высотных. Люди, которых я знал, их уже в живых нету, потому что с центра Киева прилетело, блин. Вот так. То есть, это как? То есть, государство нас же убивает или что это такое получилось? Случайно получилось? Почему под трибунал никто официально не подан? Война все спишет. Почему официально войны не объявили? Конституция на паузе, как сказал там у нас есть там один представитель, вроде как глава государства или кто-то, похожий на него человек. Вот что это такое? Это все инклюзивный капитализм рации. Добро пожаловать, будьте более инклюзивными. А почему-то, вот почему делают дебилов, инвалидов, диабетиков, а кстати, бинарные, а гендерные, трансгерденные, гемосексуалисты и так далее. Почему это все тоже делается? Чтобы убить вас, революционный дух, революционную нервно-рефлекторную деятельность, которая, я не могу быть наемным рабом этого блядского мира, я не могу жить в этом аду. Вот это хотят вас убить. Это, кстати, идет и смешивание, раз специально для этого. лично, на мой взгляд, я же имею право думать так. Цензура на ютубе, я же не могу говорить, что это прямо научный доказатель. Не-не-не-не, это бред сивой кобылы, то, что я сейчас несу, это мое личное там бред не сумасшедшего, хохла, который живет на территории Украины и смотрит на весь этот бешеный цирк. Когда, например, видео в тик токе, где какой-то парень называет Зеленского разом, набирает там под миллион, миллион, по-моему, с чем-то просмотров, говорит, если его назовут, меня сразу повяжут, и меня там это самое. И Степану, да, а они знают, что они есть, они, а вы что думаете, что они не знают, а вы что думаете, а капиталисты не знают, что они, сволочь, они знают, они знают, а вы не можете ничего сделать, потому что вы нищеброды, вас ничего нет, кроме ваших цепей, как в капитале Маркса написано, а вы эти цепи порвать не хотите, им-то что, ну порвете вы, ну убьете, да, для них спасение будет от этого бренного, телесного, телесной жизни, вы думаете, они там счастливы? Это мнимое счастье, они там живут, только ради какого-то удовольствия от безнаказания, которые якобы им приносят самую большую радость, это чушь собачьей, никакой там радости нету, продолжатся, чтобы родить точно таких же выблядков паразитических, которые они сами, ну чё, окей, а с другой стороны, ой, они же ручками будут работать при социализме, ой, а при социализме действует естественный природный отбор, в отличие от инклюзивного капитализма, где у тебя действует отрицательный естественный отбор, ну любой капитализм, при нём действует отрицательный естественный отбор, когда наверх, ну чаще всего путём обмана, предательств, подстрекательств заходит самый ответный негодяй, не всегда, конечно, так бывает, наверное, надо говорить, чаще всего, то есть, чаще всего, majority, да, в большинстве случаев действует естественный отрицательный отбор, и вот представляете, Великая Отечественная война, лучшие люди погибли, в том, мы не смогли восстановить потерянный генофонд, и сейчас то же самое происходит, ну лучшие люди не то, что гибнут, им воплощаться не во что, люди не хотят рожать детей, дети не хотят приходить, ну души не хотят приходить в этот мир живы, а что здесь делать, что здесь делать живому человеку жить в этом аду, инклюзивно маду, пурпурно-разноцветно-розовыми или что, и кстати, вы тоже не беспокойтесь, инклюзивный капитализм это главный двигатель по созданию коммунистического общества, но идя от обратного, сделать так хуже, мы вам подкидываем такие испытания, мы вас делаем всех дебилами до едины, мы не можем вас победить физически, но мы воспитаем ваших детей, сможете вы победить нас таким путем, сможете устроить драгнарёк, все боги умрут, честь вам и хвала, что-то забудь, золотой вид, вот когда все эти идолы, которые у вас там с экранов телевизора доносятся и рассказывают вам там о каких-то ценностях, поедут вам какие-то песни на самых различных языках, там всякие масонские, там не масонские, но они масоны, они не совсем тупые люди, они у физиократов это посмотрели, а физиократы, они подсмотрели это у индусов, а индусы это у Ария взяли, то те мудрые всякие, там показывают, козу покажет, глазик прикроет, а этот что, это я глазом вижу, на самом деле идиота, бля, они ничего не видят, авангард всех этих масонов, всех этих инклюзивных капитализма, он четко решил уничтожить капитализм, во что бы то ни стало, ни инклюзивный, ни там империалит, не все, не, не, у них не волнует, всем жить хочется им, вот у них есть желание, желание частная собственность, их частная жизнь, она над ними превалирует, жить хотят, поэтому Украина, страдай, бля, потому что без Украины и без России, нигде социализм устроить не будет, может Америку впереди поведут, но Америку сложно, Америке там еще сильнее пропаганда сработала, там совсем отрыв от того, что такое социализм не будет там этого, а Украина и Россия богаты ресурсами, очень сильно коррумпированы, но и полны арийцами тоже, которые ничего не, не насмешивались с другими видовыми различиями внутри вида человек, очень сильно, чтобы потерять полностью свой революционный дух, хотя это сейчас происходит, учитывать, какое количество проституток вокруг, которые уезжают потом в Европу, потом нажат сюда, приезжают, и потом, когда мне одна женщина говорит, ну ты же знаешь, мать может, у нее материнский инстинкт может проснуться, ничего у нее там не просыпается, то, что она начинает о ребенке заботиться, это просто потому, что ребенок становится ее главной собственностью, главной частной собственностью, она давлеет над ней, она становится самым лучшим потребителем, и она этому ребеночку там памперсы, начинает памперсов, заканчивая самыми различными таблетками от хронических болезней, которые потом у этого ребенка появятся, либо у ребенка, либо у следующих поколений, обязательно, вы не думайте, что у материи есть такая подложка, ну как подложка, она чтобы себя самосохранять, она придумала такую штуку, ну как она придумала, что-то какая-то, родилось оно, под названием карма, то есть карающая материя, вот все, что ты сделал, причинно-следственная связь, оно тебе обязательно потом вернется сто крат, обязательно, потому что есть переход количественных изменений в качественные, а переход количественный, он всегда переход скрытый, оно не видно, ты не замечаешь, вокруг тебя как бы морок, 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 и ты думаешь, боже, да я же делаю хорошие дела, я пропагандирую там то, я за это, я за это, а ничего не происходит, ты думаешь, ну что такое, ну почему так плохо, я уже, сдаюсь, сдаюсь, ага, сдался, ну все, и потом что-то, бах, как взорвалось к чертовой матери, и ты такой, да черт, что я сдался-то, да я вперед, да на баррикады, эээ, сынку, стоит только один раз предать, потом из этого круга предательства и лжи, больше никогда не выберешься, я сколько таких камрадов наблюдал, поэтому братцы, вот что в моем понятии инклюзивный капитализм, система тотального расчеловечивания человека, на мой взгляд, это так, подмены понятий, превращение всех в инвалидов, ради интересов сохранения власти капитала, под маской, заботы, заботы о потребительной стоимости, финальный этап, финальная ловушка, созданная за кулисой, для того, чтобы чертовой матери снести весь капитализм, и построить социализм, на большей части планеты, земля, а самому капитализму, ужас, там до Швейцарии, до Гонконга, Сингапура, чтобы их усилить, чтобы их уравновесить, чтобы они еще какие-то нам испытания, черные волшебники, без которых мы жить не можем, что-то нам давали, чтобы они дальше вскрывали пороки душ человеческих. Благодарю всех за внимание. Сила в пролетарской правде.